В эфире служба новостей Саров-24 в студии Катерина Апенова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Заболевших саровчан нет. Всех приезжающих из-за рубежа отправляют на карантин по коронавирусу. Пьяные родители – детская преступность. Как ведется работа с неблагополучными семьями в нашем городе? Саровский спектакль на московской сцене «Белоснежку и семь гномов» показали в Театре Луны. Далее расскажем обо всем подробно. С 20 марта на территории России начнут действовать новые правила оформления больничных листов. Они опубликованы на сайте правительства. Изменения носят временный характер и коснутся людей, приехавших в Россию из стран с неблагоприятной коронавирусной обстановкой и лиц, которые проживают вместе с ними. В документе определен порядок оформления больничных. Говорится о выплатах в период нахождения на карантине. Ранее в Минтруде рассказали, что при выходе на больничные работник получает равную оплату вне зависимости от того, по болезни это произошло или вследствие карантина. По состоянию на 18 марта случаев коронавирусной инфекции в нашем городе нет, сообщает пресс-служба администрации Сарова. Более 30 людей, прибывших из-за границы, находятся на карантине и под постоянным наблюдением медиков. Признаков заболевания у них нет. К другим новостям. Снижение детской преступности и профилактическая работа с неблагополучными семьями. Начальник полиции Андрей Чернышов представил на заседании Думы ежегодный отчет о работе полиции в прошлом году. В своем докладе он привел данные о состоянии работы отделения по делам несовершеннолетних. В Сарове на учете стоят 69 детей. О том, как ведется работа с неблагополучными семьями в нашем городе, расскажем далее. В квартире беспорядок, антисанитария, детям негде играть, готовиться к урокам, а порой и нечего есть. Все потому, что родители в это время беспробудно пьянствуют. На этих снимках лишь малая часть того, что происходит в квартирах некоторых саровчан. Из четырех таких семей в прошлом году детей забрали, в том числе двухмесячного ребенка. Там антисанитарное состояние. Все люди, которые там проживают, находятся в алкогольном опьянении. То есть ребенком никто не занимается. Ребенок грязный, не кормленный, не одетый. То есть никаких условий не создан для его жизни. Работу с неблагополучными семьями в нашем городе ведет отделение по делам несовершеннолетних. В прошлом году полицейские совместно с представителями органов опеки, соцзащиты и прокуратуры посетили 275 саровских семей с профилактическими мероприятиями. На учет поставили 29 семей. Изъятие – это крайняя мера, когда возникают угрозы жизни и здоровью детей. Ребенок не одетый, не обутый. Школу не посещает. Кушать ему нечего. Да и плюс к этому был случай, что рукоприкладство. То есть родители встали на каком-то опьянении. Соответственно, ребенок мешает. И происходит то, что причиняет телесное повреждение ребенку. Полицейские возбуждают уголовные дела и передают их в суд. Дальше – лишение родительских прав. В прошлом году два ребенка не захотели возвращаться обратно в семьи. Вместо родного дома выбрали казенное учреждение. Поведение родителей зачастую становится для детей примером для подражания. Они с малых лет начинают бродяжничать, хулиганить, употреблять алкоголь и наркотики. Мы плотно работали в 18-19 году. 19-й год у нас тихо прошел. То есть всех определили либо спецшколы. Один дали реальный срок. То есть воспитатель на кого не уехал. В Сарове на учете стоят 69 подростков. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних знают о каждом из них все. Любая хулиганская выходка становится поводом для очередных профилактических бесед. Полностью интервью с начальником отделения по работе с несовершеннолетними смотрите в рубрике «Без комментариев» на канале Саров-24. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Заявление в суд теперь можно отправить через многофункциональный центр. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте госуслуги. Офисы Мои Документы Нижегородской области начали прием заявлений в суды общей юрисдикции. Специалисты центра загрузят иск и приложенные к нему документы в систему правосудия. А заявитель получит уведомление о приеме обращения в электронном виде. Другая важная информация в подборке коротких новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Можно пользоваться такими же льготными условиями, которые имеют малый и средний бизнес. Об этом со ссылкой на федеральный закон о развитии малого и среднего предпринимательства сообщает российская газета. Самозанятые смогут участвовать в закупках госкомпаний, получать льготные кредиты, а также рассчитывать на ряд других преференций. Всеми этими льготами можно пользоваться во время проведения эксперимента по уплате налога на профессиональный доход, то есть до 1 января 2029 года. Церковный гуманитарный склад временно прекращает прием пожертвований. Как сообщает сайт православный Саров, работа в привычном режиме возобновится сразу после нормализации эпидемической обстановки. В то же время волонтеры Центра «Радость моя» продолжат поддерживать тех, кто оказался в непростой жизненной ситуации. Граждане, которые нуждаются в срочной помощи, продуктах или одежде, могут обращаться по телефону 77099. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Департамент культуры и искусства приглашает саровчан принять участие в акции памяти ветеранов Великой Отечественной войны. Для этого все желающие могут присылать фотографии своих родственников, участников боевых действий, тружеников тыла, жителей блокадной Ленинграда и узников концлагерей. Подробности далее. В этом году наша страна отмечает 75-летие Великой Победы. Департамент культуры и искусства приступил к подготовке празднования в нашем городе. Непростая ситуация, связанная со вспышкой коронавируса, вносит свои коррективы в планы организаторов. 9 мая готовится по полной программе, значит, поэтому, может быть, какие-то сейчас подвижки в связи с возникшими проблемами по коронавирусу немножко тормозят деятельность. И, естественно, есть экономические проблемы некие по рублю и по оплате приглашенных коллективов. Но я думаю, что мы все равно будем решать в течение этого времени до 9 мая эти проблемы. Неизменный атрибут 9 мая в последние несколько лет – акция «Бессмертный полк». Департамент культуры и искусства предлагает создать видеогалерею портретов ветеранов Великой Отечественной войны. И поэтому нам хотелось бы, чтобы появилась некая вот такая запись цифровая, которую бы мы могли не только отдать в архив, в музей, которая бы могла сохраниться где-то и в интернете для всех. То есть вот такая своеобразная наша дань тем, кто воевал, тем, кто победил. И поэтому на своих мероприятиях 9 мая мы хотели бы показать этот видеоконтент на больших экранах. Саровчан просит прислать фотографию своего родственника, участника Великой Отечественной войны или труженика тыла, указать его имя, отчество и фамилию. Сделать это нужно до 25 апреля. Адрес электронной почты art.sarov.site.sobaka.yandex.ru Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Спектакль «Белоснежка и семь гномов» показали в Московском театре «Луны». Саровский драматический театр представил детскую сказку на внеконкурсной программе фестиваля «Золотая маска». В афишу программы детского уикенда были отобраны лучшие постановки со всей страны. На столичной сцене выступили театральные труппы из девяти городов России. В загадочный лес, волшебное зеркало, злая королева – все это ждало зрителей Московского театра «Луны» в спектакле «Белоснежка и семь гномов». Представил его Саровский драматический театр на внеконкурсной программе фестиваля «Золотая маска». В афишу программы детского уикенда попадают лучшие постановки страны. В этом году шанс выступить на столичной сцене выпал коллективом из девяти городов России, в том числе и нашему. Для Сарова это впервые, что театр выехал на фестиваль такого уровня. Фактически для нас это были гастроли даже в большей степени, такой выезд. Нас не оценивали ни жюри, не было никакого разбора спектакля. Мы просто приехали и в театре показали наш любимый спектакль, один из любимейших спектаклей «Детский белоснежка и семь гномов». Площадка была немножко, ну, естественно, она отличалась от наших. Были некие такие корректировки в плане показа. За два дня до введения карантинных мер спектакль все-таки успели показать зрителю. Зал был практически полон. По словам завлита Саровского драматического театра Ольги Логиновой, постановка покорила гостей и оставила положительные впечатления у детей и их родителей. Дети именно следят за сюжетом, и они ахают, а взрослые хохочут, потому что там очень много заложено смыслов для взрослых. И, по-моему, принимали нас просто чудесно. И потом мы аплодировали, и браво кричали, и вставали. Премьера постановки в Сарове состоялась почти три года назад. Создавали сказку питерский режиссер Алексей Забегин и художник Екатерина Никитина. Именно декорации стали изюминкой спектакля. Они наполнены не только эстетикой, но и множеством смыслов, которые наверняка разглядят опытные зрители. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Более 300 уникальных экспонатов и архивных документов. И все это в школе. На базе лицея номер 3 работает музей боевой славы. В этом году он принимает участие в программе «Школьный музей Победы», который проводит Российское военно-историческое общество. Участие в конкурсе позволит расширить возможности и представить свои экспозиции на площадке Музея Победы. За каждым экспонатом музея боевой славы лицея номер 3 стоит целая история. Здесь можно увидеть модели вооружения, обмундирования, фотографии, личные вещи солдат времен Великой Отечественной войны. Книги, посуду, письма и медали. Все это сотрудники и ученики собирают на протяжении 55 лет. У нас есть альбомы, которые оставили нам выпускники нашей школы 65-66 года. Они все идут сюда, потому что все помнят этот музей, особенно те, кто в 65-м году выпускался. Они же его и делали. Это является везущим местом, наверное, многих поколений. И я даже на переменах иногда открываю музей, чтобы дети просто заходили. Увидели какие-то фотографии многих родственников, воевавших или погибших своих на войне. А экспонаты, те, которые оставили их родители или дедушки. Музей насчитывает более 300 экспонатов и документов. Ученики лицея относятся к ним максимально бережно. Заводят учетные карточки с фотографиями, контролируют температуру и освещение в комнате. Коллекция музея регулярно пополняется благодаря работе поисковой группы «Демянск». Один из ее участников – выпускник лицея Владимир Попов с 2014 года привозит с раскопок различные артефакты. Пулемет Дегтярева стал одной из жемчужин экспозиции. Оружие, на удивление, хорошо сохранилось с военных лет. У каждого из этих экспонатов есть свой хозяин. Каждый из этих экспонатов связан с конкретным человеком, который был. Который оставил свой след, который оставил даже иногда свой запах какой-то. И поэтому этот автомат, вот у нас на центральной витрине он здесь представлен, он сохранился только благодаря тому, что его хозяин, фактически упав на него во время сражения, с собой его сохранил таким образом. В музее проводят классные часы, встречи, уроки истории. Регулярно устраивают экскурсии для школьников, ветеранов и воспитанников детских садов города. В этом году лицей участвует в программе «Школьный музей Победы», которую проводит Российское военно-историческое общество. Все организации получат шанс попасть в рейтинг лучших школьных музеев страны. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Более 70 спортсменов приняли участие в первенстве Нижегородской области по стрельбе, которая проходила в нашем городе. Мальчики и девочки соревновались в меткой стрельбе из пневматического оружия. Они прожали мишени из винтовок и пистолетов, старались попасть в яблочко и выбить как можно больше очков. О том, как проходили соревнования, в нашем следующем репортаже. В секцию по пулевой стрельбе Яша Скетев пришел два года назад. В региональных соревнованиях он участвует в первый раз. В первенстве Нижегородской области по пулевой стрельбе юноше нужно было сделать 20 выстрелов из пневматической винтовки и выбить максимальное количество очков. Яша справился с поставленной задачей и занял первое место в своей возрастной категории. У меня получилось держать позу хорошо, более-менее нормально попадать, но немного не получалось все-таки более спокойно прицеливаться. Главное не место, а участие. И для меня было уже здорово поучаствовать в соревнованиях. В соревнованиях приняли участие и более опытные спортсмены. Ярослав Рубин занимается пулевой стрельбой около шести лет. Он посвящает этому виду спорта все свое свободное время. В свои 14 лет Ярослав точно знает, что хочет связать свою жизнь с пулевой стрельбой. Я хочу стать тренером. Планирую хотя бы. Потому что мне кажется, что мне так будет проще. Потому что я хотя бы понимаю, как научить других. Первенство Нижегородской области по пулевой стрельбе проводится ежегодно. В этот раз за призовые места боролись юные спортсмены из Сарова и Нижнего Новгорода. 45 мальчиков и 26 девочек. Они состязались в меткости в двух дисциплинах. Стрельба из пневматической винтовки и стрельба из пневматического пистолета. Любое спортивное предприятие полезно для детей. Что им лучше, как говорится, толкаться по улицам. А здесь они заняты, они увлечены, они стремятся к чему-то. Если кто, как говорится, действительно себе... А тем более сейчас, немножко так забираю вперед, у нас уже 5 лет действует ЦСП в Нижнем Новгороде. То есть это Центр спортивной подготовки, где перспективные спортсмены, если они добиваются определенных успехов, могут получать зарплату. Победители первенства области по стрельбе отправятся на всероссийские соревнования в город Глазов. Ирина Вашегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей СРУ-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.